Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и доступным языком про уход за садом и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу о выборе сортов овощей, которые я буду выращивать в этом сезоне. Конечно же, первыми я буду высевать различные культуры на зелень. И это салат. Из салата я выбрал следующие сорта. Это сорт Лолороса. Очень ранний сорт. Сорт вырастает урожай примерно за 50 дней и поэтому я высеваю его в первую очередь в теплицу. И урожай салата я успеваю собирать до момента высадки томата в теплицу. Примерно к 9-10 мая салат уже вырастает, я убираю и высаживаю там томаты и перцы. Еще один салат Лола Бионда. Его я высеваю также ранней весной в теплице, а затем и в открытом грунте. Очень вкусный салат, нет никакой горечи и поэтому каждый год покупаю этот сорт. Ранней весной в теплицу я высеваю и шпинат. В открытом грунте я его не выращиваю, потому что часто на него нападает тля, а применять различные химикаты, либо биологические препараты заморачиваться, применять их для выращивания вот этой зелени не хочется. А в теплице такой проблемы нету. Ранней весной там никакой тли и шпинат вырастает очень быстро. За 35-40 дней я собираю урожай. В теплице я также буду выращивать базилик. Его я высеваю в тот же период, когда высаживаю рассаду томата в теплицу. Примерно в начале мая. Вот такие два вида базилика. Сорт опал я использую для приготовления специй. Сушую эти листочки, а затем делаю из них различные приправы к мясу, либо для салатов. Этот же базилик изумруд я использую больше в свежем виде для приготовления различных салатов летом. Далее у меня идет редис. Сорт илка и сорт родос. Это раннеспелые сорта редиса, которые вырастают в огороде очень быстро. Я их высеваю ранней весной в теплицу, а затем в открытом грунте и в междурядьях между огурцами. Дальше идет рукола. Пикантная и широколистная. Эти руколы я высеваю опять же в теплице. В открытом грунте я их не выращиваю, потому что на них часто нападает крестоцветная обложка. И урожай просто уничтожается. Поэтому опять же выращиваю ранней весной. В этом случае урожай не страдает. И в теплице, и в открытом грунте я также выращиваю укроп. В теплице ранней весной для зелени, а в открытом грунте летом для различных солений и закаток. Я выбираю вот такой вот сорт грибовский. Очень отличный сорт. И листовая масса хорошая, и сочветия хорошие пригоден и для салатов, и для различных закаток. Рекомендую. Еще один салат, который я выращиваю, это качанный салат Грейс Лейкс. Этот салат я выращиваю в открытом грунте, потому что он достаточно позднеспелый. Однако качаны вырастают довольно плотными и крупными. Также рекомендую посадки. В этом году я также буду выращивать щавель широколистный. У меня он правда рос, однако он уже рос на одном месте много-много лет. И кусты попросту состарели. Поэтому в этом году я опять его посею. И будет он расти на новом месте примерно 10 лет. Теперь хочу рассказать о моей любимой культуре. Это, конечно же, капуста. В этом сезоне я первый раз буду высевать вот такую цветную капусту Диперпл. Это цветная капуста фиолетового цвета. Может быть, кто-то уже выращивал такую капусту. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как она по вкусу и как по урожайности. Кроме этой капусты я буду выращивать обычную цветную капусту. Ляконю F1. Этот гибрид мне очень понравился тем, что качаны со цвети вырастают очень крупными. И даже когда длинный световой день. Дальше идет капуста брокколи. Сорт, вернее гибрид Ботави и гибрид Монако. Вот эти гибриды также в прошлом году и выращивал. И они дали очень хороший урожай. Причем я снял, можно сказать, три урожая. Вначале я срезал самые крупные соцветия. Затем были соцветия чуть поменьше. И в конце третий урожай были совсем маленькие соцветия. Но тем не менее урожай я снимал на протяжении двух месяцев. Еще один вид капусты, который выращиваю, это капуста Кальраби. Венская голубая. Этот сорт мне очень нравится. И всегда использую такую капусту для приготовления свежих салатов. Но в принципе ее можно и хранить. Далее идет белокочанная капуста. Вот это гибрид Royal Vontage. Гибрид F1. Эта капуста отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Поэтому ежегодно высеваю вот этот средне-поздний гибрид капусты. Он отлично подходит для квашения, но для хранения, конечно же, он не совсем годится. Далее идет гибрид профессора. Гибрид F1. Опять же, это среднеспелый сорт. Подходит для квашения и солений. Поэтому я его ежегодно выращиваю. А вот это сорт Надея. Чем мне нравится этот сорт? Это устойчивость к заболеваниям и стабильным урожаем. Даже при различных неблагоприятных условиях. Вот в прошлом году было очень сухое лето. Но, тем не менее, этот сорт порадовал крупными, плотными кочанами. Поэтому также буду его выращивать. У меня в руках, правда, нет еще одного сорта, который выращиваю. Это сорт Белорусская поздняя. Вот этот сорт я использую для хранения. Для закладки кочанов в свежем виде в погреб. Далее идет свекла. У меня в руках сорт цилиндра. Это известный сорт свеклы столовой. Нравится мне он тем, что корнеплоды очень сладкие. Но, пожалуй, из минусов могу отметить то, что корнеплоды часто вырастают очень крупными. И их можно использовать только для борщей. Варить такие корнеплоды неудобно. Еще один сорт свеклы столовой. Это сорт Господыня. Вот этот сорт вырастает как раз пригодным для варки. Если свеклу не слишком прореживать, чтобы она чуть-чуть погуще росла, то корнеплоды вырастают некрупными. И их как раз-таки очень удобно варить в кастрюлях на плите. А теперь, конечно же, о наших любимых огурцах. Я выращиваю их очень много. Думаю, что чем больше сортов на грядке, тем лучше опыление и тем выше урожайность. Использую как сорта, так и различные гибриды. Например, у меня в руках гибрид Alex F1. Этот гибрид пригоден как для употребления в свежем виде, так и для засолки. Поэтому буду его выращивать. Далее идет гибрид Regina F1. Опять же, универсальный гибрид и для засолки, и для употребления в свежем виде. Далее идет огурец Slavanka. Это, опять же, гибрид, но он мне очень нравится. Урожайный и никогда не подводит. Даже в самые неблагоприятные годы. Далее идет гибрид Adam. Чем он мне нравится? Это, во-первых, хорошей урожайностью, а во-вторых, устойчивостью к различным заболеваниям. Очень устойчив к пераноспорозу. Поэтому буду, опять же, его высаживать в открытом грунте. Как и в прошлом году, буду высаживать вот такой вот гибрид Ira F1. Он мне нравится тем, что дает очень ранний урожай. Уже к середине лета я собираю вкусные огурчики. Причем это в открытом грунте. Если вы будете выращивать вот такой гибрид в теплице, то, конечно же, урожай будет еще более ранним. Поэтому также рекомендую. Конечно, это не все сорта огурцов и гибриды, которые я буду выращивать. Кроме них я в обязательном порядке буду выращивать мой любимый гибрид огурцов Родничок F1. Всегда радует меня урожаем и всегда огурцами засыпаюсь. Обязательно в этом году буду выращивать спаржевую фасоль. В принципе, это я ее выращиваю и каждый сезон. Мне нравятся следующие сорта. Это сорт Ольга. Это кустовая спаржевая фасоль. А значит, ее не надо дополнительно подвязывать. Она растет компактным кустом и дает просто колоссальный урожай. Стручки очень длинные, зеленые, сладкие. Подходят для приготовления различных салатов, для заморозки и для различных блюд. Еще один сорт фасоли. Это фасоль спаржевая золотая гора. Мне нравится этот сорт тем, что у нее желтые стручки и их очень удобно собирать. Они очень хорошо заметны на фоне зеленой листвы. Кроме фасоли также буду выращивать горох. Это сахарный горох шугабон. Мне нравится его урожайность и приятный сладкий вкус. А также он очень неприхотливый в уходе. В принципе, это посадил и забыл. Даже без различных прополок, подкормок и обработок дает стабильно высокий урожай. Поэтому буду его опять же высевать. Еще один горох. Это горох мозговой, овощной. Называется прометей. Также мне очень нравится за то, что дает высокую урожайность. Подходит для заморозки, а затем для приготовления зимой салата оливье. В своем огороде я также буду выращивать сахарную кукурузу. Золотой бантан. Этот сорт мне нравится тем, что дает очень вкусные и сладкие початки. Поэтому, если вы очень любите вареную кукурузу, рекомендую этот сорт. В этом сезоне я буду высевать редьку китайскую лоба. Зеленая богиня. В принципе, как и дайкон, вот эту культуру я буду высевать во второй половине лета. Когда уже соберу урожай лука, либо чеснока. В этот период, если мы посеем вот эту редьку, либо дайкон, то корнеплоды вырастут сочными и крупными. Им хватит времени, чтобы дать урожай до наступления холодов. Про морковь, конечно, я также не забываю. И в этом году буду выращивать вот такой сорт император. Нравится она мне тем, что урожай хранится вплоть до нового урожая. Летом уже вырастает свежая морковка, а старая еще не пропала. Она очень хорошо хранится в песке в обычном погребе. Кроме нее буду выращивать сорт моркови каротина. Он мне также очень нравится. Морковь сладкая, корнеплоды ровные и сочные. Поэтому каждый год я буду сеять этот сорт. Еще один сорт. Это морковь витаминная 6. Мне этот сорт тоже очень нравится, потому что хорошо хранится. И корнеплоды очень ровненькие, гладкие. И самое главное, что она очень сладкая. Следующий сорт это морковь аскания. Вернее гибрид моркови. Эта морковь также хорошо хранится. На вкус сладкая, сочная. И отлично растет в наших условиях. Поэтому опять же беру себе этот сорт, как и прошлые годы. В этом году буду выращивать небольшие порционные тыквы. В прошлом году я растил большие тыквы, крупноплодные. Например, сорт титан. Но такие тыквы весом 50-80 килограмм очень тяжело транспортировать. И даже перевезти в город их очень проблематично. В этом году буду выращивать вот такую порционную тыкву. Улыбка. Тыквочки будут небольшие. Килограмм-полтора. Поэтому их очень удобно использовать для приготовления блюд и перевозить в город. Еще один сорт тыквы. Это золотая корона. Этот сорт мне нравится тем, что тыквы как с картинки. Они очень яркие. Мякоть сладкая и сочная. Поэтому опять же буду высаживать этот сорт. Еще одна тыква. Это дана-полька. Этот сорт, кстати, также не очень крупноплодный. 2,5-3 килограмма весом. Хорошо хранится и может использовать для приготовления цукатов. Либо для приготовления соков. А теперь о кабачках. Я выращиваю различные цукини. Вот, например, у меня в руках F1 ясмин. Этот гибрид созревает очень рано. Уже через 40 дней я собираю первый урожай кабачков. Поэтому рекомендую, опять же, посадить у себя на огороде вот этот кабачок. Не придется ждать до осени. В этом году я буду выращивать, кстати, и дыню. Называется сорт ранее 133. Ранее этот сорт я не выращивал. Однако я зашел к соседям и увидел вот такие красивые тыквочки. Весом они, конечно, небольшие. Килограмм-кило-300. Но по вкусу были просто космос. Очень сладкие и ароматные. И урожай уже созрел в начале августа. Поэтому в этом году я себе также купил семена этого сорта и буду его выращивать. А напоследок немножко о пряных травах и цветах. В этом году я посею вот такую мелису лимонную. Зачем я ее сею? Потому что я люблю очень фито-чаи. И без мелисы я просто не представляю аромат чая. Поэтому обязательно посею в этом году мелису «Сладкий сон». Буду ее высевать сразу в открытый грунт, без рассады. Далее идут цветы. В руках у меня астра Симона. Нравится она мне тем, что имеет очень плотное и мокровое ярко-красное соцветие. Осенью это самое то в цветнике. Очень привлекает внимание и просто оторвать глаз невозможно. Поэтому также рекомендую. Каждый год на своем огороде и в цветниках я высеваю космос. Или как ее называют? Космея. Вот у меня в руках космос-сенсация. Это смесь различных цветов. Я высеваю их на огороде, потому что космея очень хорошо отпугивает различных вредителей. А также украшает огород и обогащает почву полезными микроэлементами. Еще один однолетний, который я высеваю обязательно в цветнике, особенно около дома, является матиола дворога. Роус лилак. Мне нравится ее аромат. Особенно в вечернее время сад и двор просто наполняются невероятным медовым ароматом. Обязательно каждый год ее высеваю. Ну и конечно же календула. У меня в руках сорт фиеста гиганта. Ее я высеваю опять же в огороде для отпугивания вредителей и для улучшения почвы. Календула оздоравливает почву и поднимает многие полезные микроэлементы к поверхности почвы. Делает ее более доступными для рядом посаженных растений. Это конечно же не весь перечень сортов, цветов и овощей, которые я буду выращивать на своем участке. Мы постараемся еще сделать подобные ролики. Сделаем наверняка поход в магазин и я покажу какие еще сорта овощей и различных декоративных культур я буду приобретать. Поэтому остаемся на связи. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok